Техника визуализации Ум сам по себе есть проекция. Так что пока вы не превзошли ум, все ваши переживания – суть проекции. Ум – это механизм, создающий проекции. В медитационном лагере весной 1972 года Ош обучал участников этой техники. Сначала он велел им видеть свет без какого-либо объекта, далее чувствовать блаженство без какого-либо объекта и, наконец, чувствовать божественное присутствие. Был задан вопрос об опасностях проекции при использовании этой техники. Если у вас возникает видение света, блаженства, даже божества, и это все проекции, до тех пор, пока вы не пришли к полной остановке ума, вы не вышли за пределы проекции. Вы проецируете. Когда ума уже нет, только тогда вы избежали этой опасности. Когда нет переживаний, нет видений, нет никаких объектов, осталось сознание, как чистое зеркало, в котором ничего не отражается, только тогда вы ушли от опасности проецирования. Есть проекции двух типов. Проекции одного типа ведут вас к все большему и большему проецированию. Это позитивные проекции. Их нельзя преодолеть. Проекции другого типа – негативные. Это проекции, но они помогают вам выйти за пределы проекции. В медитации вы пользуетесь проецирующей способностью ума как негативным усилием. Негативные проекции полезны. Это как если вы одно, занадевшую вас колючку, вытаскиваете другой. Или как один яд, обезвреживаете другим ядом. Но вы все время должны сознавать, что опасность остается до тех пор, пока не прекратится все. Даже эти негативные проекции. Даже эти ведения. Если с вами что-то происходит, я бы не сказал, что это медитация. Это все еще созерцание. Это все еще процесс мышления. Сколь угодно тонкое, но это все еще думание. Когда остается только сознание без мысли, только безоблачное ясное небо, когда вы не можете сказать, я переживаю, я испытываю, а можете сказать только, что я есть, только тогда вы вступаете в медитацию. Известное изречение Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» в медитации становится «Я есть», следовательно, я существую. Эта «я есть»ность предшествует всякому мышлению. Вы есть прежде, чем вы думаете. Думание приходит потом. Ему предшествует ваше существование. Поэтому в существовании нельзя вывести из мышления. Вы можете быть без мышления, но мышление не может быть без вас. Поэтому мышление не может быть доказательством вашего существования. Переживание, видение, все, что чувствуется объективно, есть часть мышления. Медитация означает полную остановку ума, мышления, но не сознание. Если прекращается также и сознание, вы не в медитации, а в глубоком сне. В этом различие между глубоким сном и медитацией. В глубоком сне тоже прекращаются проекции. Там нет мышления, но одновременно отсутствует и сознание. В медитации прекращаются проекции, прекращаются мышления, нет больше мыслей, так же, как в глубоком сне. Но есть сознание. Вы сознаете, созерцаете это явление. Полное отсутствие вокруг вас. Нет объектов вокруг вас. И когда нет объектов, которые можно знать, чувствовать, переживать, вы впервые начинаете чувствовать себя. это безобъектное переживание. Это не что-то, что вы переживаете. Это что-то, что вы есть. Так что, даже если вы чувствуете божественное присутствие, это проекция. Это негативные проекции. Они помогают. Помогают пока. Помогают перешагнуть. Но вы должны понимать, что это все еще проекция, иначе вы не выйдете за их пределы. Вот почему я говорю, что если вы чувствуете, что на вас не зашло блаженство, вы все еще живете в уме. Потому что есть двойственность. Двойственность божественного и небожественного. Блаженство и неблаженство. Когда вы в самом деле достигнете окончательного, вы не можете чувствовать блаженство, потому что неблаженство невозможно. Не можете чувствовать божественное, как божественное. потому что небожественного больше нет. Поэтому помните, что ум есть проекция, и все, что вы совершите умом, будет проекцией. Ничего нельзя сделать умом. Задача только в том, как отречься от ума, как его полностью отбросить, как сознавать без ума. И это медитация. Только так вы можете узнать то, что не есть проекция. Все, что вы знаете, спроецировано вами. Объект — это только экран. Вы проецируете на него свой ум, свои идеи. Поэтому любой метод медитации начинается с проекции, с негативной проекции, и кончается отсутствием проекции. Это природа всей техники медитации, потому что вы должны начать с ума. Даже если вы идете к состоянию не ума, вы должны начать с ума. Если я хочу выйти из этой комнаты, я должен начать с того, что должен войти в нее. Первый шаг нужно сделать в комнате. И это порождает путаницу. Если я просто хожу кругами, я хожу в комнате. Если я хочу выйти из комнаты, то опять же должен идти в комнате, но уже иначе. Мои глаза должны быть направлены на две, и я должен двигаться по прямой, а не кругами. Негативная проекция – это значит идти прямо из ума. Но сначала нужно сделать несколько шагов внутри ума. Например, я говорю «свет». А вы никогда на самом деле не видели света. Вы видели только освещенные предметы. Видели ли вы когда-нибудь сам свет? Никто не видел. Никто не может видеть. Вы видите освещенный дом, освещенный стол освещенного человека, но не видите самого света. Даже когда вы видите солнце, вы видите не свет. Вы видите возвращение света. Вы не можете видеть свет сам по себе. Когда свет падает на что-нибудь и возвращается отраженным, лишь тогда вы видите освещенный предмет. И потому что вы можете видеть освещенный предмет, вы говорите, что светло. Когда вы не видите освещенных предметов, вы говорите, что темно. Нельзя видеть чистый свет. Поэтому в медитации я даю его как первый шаг, как отрицательную проекцию. Я говорю вам, чтобы вы чувствовали свет без какого-либо объекта. Объекты отброшены. Есть только свет. Чувствуйте свет без каких-либо объектов. Нечто было отброшено, объект. И без объекта вы не можете видеть свет в течение долгого времени. Рано или поздно свет исчезнет. Потому что вам придется сфокусироваться на каком-нибудь объекте. Тогда я предлагаю вам чувствовать блаженство. Вы никогда не чувствовали блаженство без какого-либо объекта. Все, что вы знаете как счастье, блаженство, с чем-нибудь связано. Вы никогда не знали ни одного момента блаженства, ни связанного ни с чем. Вы, может быть, любите кого-то, и потому чувствуете блаженство. Но этот кто-то – объект. Вы чувствуете блаженство, слушая какую-то музыку. Но тогда эта музыка есть объект. Был ли у вас момент блаженства без объекта? Никогда. Поэтому, когда я говорю «чувствуйте блаженство без объекта», это кажется невозможным. Если вы пытаетесь чувствовать блаженство без объекта, раньше или позже блаженство прекратится, потому что оно не может продолжаться само по себе. Тогда я говорю вам «чувствуйте божественное присутствие». Я никогда не говорю «чувствуйте Бога», потому что Бог станет объектом. «Чувствовали ли вы когда-нибудь присутствие без кого-то присутствующего?» Оно всегда связано с кем-то. Если есть кто-то рядом, вы начинаете чувствовать присутствие. Я полностью отбрасываю этого кто-то. Я просто говорю «чувствуйте божественное присутствие». Это негативная проекция. Она не может продолжаться долго, потому что под ней нет оснований. Раньше или позже она исчезнет. Сначала я отбрасываю объекты, и затем одна за другой пропадут и сами проекции. Вот в чем различие между позитивной и негативной проекцией. В позитивной проекции существенен объект, и за ним следует чувство, а объект просто забыт. Как если бы я убрал почву из-под ваших ног. Изнутри вас, снизу, отовсюду убрана почва, и вы остались один на один с вашим чувством. Теперь это чувство не может существовать. Оно исчезнет. Если нет объектов, то чувства, связанные непосредственно с объектом, не могут более существовать. Некоторое время вы можете проецировать их, потом они пропадут. И когда они пропали, вы остались одни, в полном одиночестве. Здесь, в этой точке, начало медитации. Теперь вы вне комнаты. Таким образом, медитация имеет свое начало в уме. Но это не настоящая медитация. Начинайте в уме, чтобы идти к медитации. А когда ум останавливается, и вы вне его, начинается настоящая медитация. Вы должны начать с ума, потому что мы живем в уме. Даже для того, чтобы выйти за его пределы, нужно пользоваться им. Так что используйте ум негативно, а не позитивно. И тогда вы достигнете медитации. Если вы пользуетесь умом позитивно, тогда вы будете порождать все новые и новые проекции. Поэтому то, что называют позитивным мышлением, абсолютно противоположно медитации. Негативное мышление – медитативно. Отрицание – способ медитации. Отрицайте все, вплоть до момента, когда не останется ничего, что можно отрицать. Только отрицающий остался. Тогда вы в своей чистоте. И тогда вы знаете, что есть. Все, что вы знали до этого, это только воображение ума, сновидение, проекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова